свет мне нужен свет камера мотор так вот значит сейчас будет небольшие новости дело в том что я решила перебрать свои видяшки которые старые у меня валяются на компьютере и я вдруг подорожил там просто-напросто куча всяких видяшек так ну старый конечно там звук наверное не очень будет хороший и некоторых местах некоторых качество видео будет не так не такое хоро же как и сейчас допустим но все равно они как бы стоят внимание то что как бы совсем плохое я удалила то плохого качества удалил это дело перезапишу и в общем да у меня получилась куча видяшек которые вам в ближайший там месяц полтора выложу на youtube и будет потихоньку не выходить я так подумала то что это конечно прикольно что так выпускаю видяшки но я совсем забыла что у меня есть еще рубрика переводы рубрика эдит где там одну тему начала допустим проводить я обначалась тему про сканеры и так ее там и забросила то есть как бы она не знаю с какого числа уже не обновляется и как бы надо что-то сделать чтобы до чтобы систематизировать все эти мои выпуски видяшек так вот я решила сделать рубрикатор начеркала на листке бумаги буквально вот сами две минутки вот такую штукенцию и потом подумала вот и как я вам это об этом расскажу давайте-ка я же как бы дизайнер да я решил что вот раз я дизайнер значит я должна сделать какой-то такой красивый календарик и вам этот в этом красивом календарике покажу мой мою мой реприкатор на ближайшие полторы полтора месяца так вот я сейчас делала практику две недели и краски в это время этой практике делал календарик до фирмы 1 и практика она конечно оборвалась на посередине должно было бы 4 недели практики мы сделали только две из этого коронавируса дурацкого и да и вот я решила что ну не попадать же просто к этому моей работе хотя бы из нее за два календарика сделаю рубрикатор делаю этот рубрикатор начала переделывать вот так он примерно будет выглядеть но когда я писала вот эти свои штучки да я обнаружил что у меня 22 число 22 число когда я выпускаю вот это вот сейчас видяшку да сегодня скажешь 21 число но я это видео выпущу завтра так вот значит когда я делала цифры я обнаружил что у меня 2 2 число стоит не воскресенье а где-то в другом месте я подумал почему помада помотало немножко назад и оказалось что у меня феврале я забыла двадцать девятое число честно скорее закосный год я забил 25-го числа передела все цифрыки передела передела передELLа марк передела апрель переделала и вдруг обнаружу что все равно чувством не там не сходится вы стр Romero社 но какой-то не понедельник о невоскресенье мне получается а оказалось что я передвинула цифры, но не в ту сторону. То есть, у меня получается понедельник был 29 число, а потом уже это самое 1, 2 и так далее. Я не знаю, какие места на меня думала, но в общем, да, в общем, у меня заглоска в этом получилась. Значит, я переделала снова, вот это у меня уже верные цифры, да, то есть 1 марта было воскресенье, дальше пошло все правильно, 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 и я дошла до 25 числа и обнаружила, что у меня не хватает одной строки, шестую строчку, сюда нужно еще впихнуть шестую строчку, чтобы мне поместился полностью месяц. Я решила, что какого черта, я уже раньше 20 минут потратила на то, чтобы поставить эти цифрыки, а время идет, и я не записываю ни видяшек, я не делаю ни мангу, я подумаю, тоже нифига не делаю, у меня там стоит горшок с цветком, который я давно уже хочу посадить, и я до сих пор этого не делаю. Я сижу и переделываю какие-то цифры, я уже 20 минут подряд. Короче, да, я это самое разозливое, сказала, что фиг с ним, короче, пока что смотреть вот на такую рубрикату, как он есть, примерно вот такая фигня будет. Может быть, когда-нибудь я его сделаю покрасивее, снова, да, ну, посмотрим, короче. Так вот, значит, сейчас у нас будет такая тематика. Значит, по понедельникам будут выходить уроки тайпа, уроки тайпа, вторник тайп-примеры, среда будет, одна неделя будет урок по эдиту, одна неделя по переводам, снова эдит, перевод, эдит, перевод, вот так вот. Четверг, по четвергам будут уроки клина, насчет цветного клина пока что не знаю, мне просто-напросто не хватает. У нас сейчас все проекты, которые мы сейчас делаем, они в основном черно-белые, нам есть какие-то цветные, цветной пинт, только какие-то дополнительные материалы, и мне сейчас, честно говоря, нет дополнительного материала. Сейчас мы переводим, что манго, школьный переполох, и я хочу за эти пару недель, которые у меня остались, добить до конца, наконец-таки, потому что я уже не знаю, каждый раз думала, что вот сейчас доблю до конца, и там какая-то меня происходила, и не получалось делать до конца. Я надеюсь, что в эти три недели, у нас три недели, получается, каникулы продленные из-за этого коронавируса. Я, это самое, ну, опять-таки, все, все, все силы, все туда. Я думала, что переведу назад какую-то главу еще, но пока нет, я решила, что пока я не переведу школьный переполох, я даже за назад не попраться не буду, типа я там все равно какая-то с клинером, когда с это самое, клинер что-то не отвечает, что там поклинил он или не поклинил на Заке. В общем, да, в общем, пока что, школьный переполох остался, совсем чуть-чуть, один томик остался, представляете? Так, да, так вот, значит, для цветного клина у меня пока что примеров нет, поэтому будет пока что на белый клин, уроки по 4 грамм, примеры по пятницам. По субботам BL это блок, то есть болталка, либо какой-то там случай жизни, допустим, на следующую субботу я запланировала случай жизни про мои принтеры. Там у меня во время практики произошла такая штука, что я, ну, я практику проводила дома, и вот эти печатные всякие издания, надо было проверять, как они по цвету выглядят, то есть как бы хорошо ли этот самый контраст сделан. Допустим, здесь у меня зелёный, зелёный и зелёный. Нормально ли это будет выглядеть на бумаге? То есть на компьютере это выглядит вот так, а как это будет выглядеть на бумаге? Оказалось, что у меня принтер, в принтере картридж засох, и у меня там целая прям история произошла, даже две истории. Об этом вы узнаете в следующую субботу, 28-го числа. Это будет первая история, а вторая история получается через неделю. Какого там числа? Честно говоря, я уже не помню. Итак, 28-е, 11-е число. Ну, посмотрим, в общем. 11-го числа, 11-го апреля будет вторая часть этой истории. Вот, значит, помимо этого, между этим будет в ТТ, это как бы мелкие видяшки с ТикТоком, у меня там какие-то парочку видяшек, у меня там самое есть, они, возможно, даже две видяшки за этот день буду пихать, потому что они совсем маленькие, да? Либо какую-то мелочёвку писать, типа там, ну, каким-то там, прикол из жизни, не знаю, проще, что-нибудь такое, туда и придумаю. Если я ничего не придумаю, то болталки будут почаще выходить. Вот. Далее, что по воскресеньям Т, это теория, то есть у нас теория по тайпу, теория по клину, теория по эдиту и вообще, ну, печатное издание, и дизайн тоже, теория будет как бы всё, как бы сливаться воедино, что-то в этом духе. Н, это, как получается, новости, то есть один раз в месяц будем пускать новости, чтобы вы знали, чтобы вы были в курсе событий. По идее, вот эта Н должна стоять 22 числа. Ну, в общем, да, у меня цифры все перепутанные, так что не обезуйте. Не обезуйте, да. Вот, значит, это что касается вилляшек по Ютубу. Манга. Манга у нас, я уже сказала, что на сайте пока что попридержу. Я стараюсь, это самое, всё свободное время посадить манги школьных прополох. Там осталось поклинить какие-то странички, и там, на самом деле, такие страшные эти клины пошли. Потому что там, что это такое... Когда, знаете, есть, допустим, волосы рисуют, просто такое маленькое пятно такое аккуратненькое, это волосы, да. Их там раз, два, три чёрненько почистил, и всё. А тут, тут такие сканы, просто она просто... Телефон кого звонит. Короче, там такие сканы, что просто она просто... Ва, ужас. Там каждый волосок прорисован у них. Конечно, красиво выглядит, но для клина это сущий ад. Ладно, тут кто-то у нас звонит, по-моему, по телефону. На этом, пожалуй, всё. В общем, да, три недели у меня... Ну, они почти что у меня свободные, да, у меня там есть, конечно, задания с моей школы задали. Мы перешли на этот самый... На удалённое обучение. Обучение на дому, как это называть? Это отстранённое обучение, удалённое обучение. В общем, да, через этот Microsoft Team пока что особо это дело у нас не работает. Ученики говорят, что мы не хотим. У меня... А, кто-то написал, что это... Дали какое-то задание домашнее по уроку... О, Господи, я не переведу на русский это название этого урока. Он, короче, что-то типа по... Философия, не философия, как это сказать. Да, я слышу, что давит тебе звонит. Это такое, значит, у нас был этот урок, и там, значит, тут же, ну, дали задание домашнее, и тут же написала одна ученица, что я не могу этим воспользовать, я не могу сделать уроки, потому что у меня нету вэлана. То есть у неё нету вайфая, да, и она не может сделать урок. Всё. Вот таким вот образом работают наши ученики в Германии. Я, кстати, это единственная была в классе, по кто сделать урок, и пока что не знаю вообще, нормально это, ненормально. Ну, короче, фиг с ним. На эту неделю нам дали пока что там свободную, а потом уже после каникул будет видно, что там с этим коронавирусом, будет ли это дальше так продолжаться в таком же духе, или же вернёмся обратно нормальную учёбу к нормальной жизни. Ладно, всем спасибо за внимание, всем счастливо, и не болейте в этом самом фальшивом вирусе. Субтитры создавал DimaTorzok